Здравствуйте! Начинаю аудит сайта ziv.defizavod.ru. Сайт буду рассматривать по пяти критериям. Это первое впечатление, текст, веб-дизайн, уникальность и верстка. По каждому пункту отдельно пройдусь, поставлю оценку и в конце подытожу. Все буду сравнивать по пятибалльной шкале. Первое впечатление. Когда посетитель переходит на сайт, он видит вашу ссылку ziv.defizavod.ru. Зачем вам этот слэш? Непонятно, потому что здесь при переходе... То есть страница свободная, можно на ziv.defizavod ее перенести, и вот этой лишней подстраницы не будет. Далее. Когда человек переходит по этой ссылке, он ожидает, что там будет завод под названием ziv. Ну вот, как бы, что написано, то я ожидаю. А здесь какой-то арсенал машиностроения, и у меня немного диссонанс. Туда ли я попал, если вот там написано одно, а здесь другое. Это не сильная какая-то ошибка, но вот она присутствует. Так, предполагаем, что этот сайт будет рекламироваться по запросу дизельные компрессоры для пескоструйных работ. Причем здесь отбойные молотки я не очень понял, но это сейчас мы чуть позже разберем, когда текст будем смотреть. Если бы человек не знал языка и попал бы на сайт, то он бы увидел на заднем фоне какой-то завод, и здесь вот это оборудование. И здесь, ну, понятно, можно предположить, что это завод, на котором делают это оборудование. Визуальная часть здесь прямо в цель попала, все клево, угадывается то, что нужно. Если это дизельный компрессор для пескоструйных работ, то значит все. То есть визуальная часть со своей задачей справилась. Текст скорее нет, чем да. То есть здесь про винтовые промышленные компрессоры, официальный сайт завода. Здесь вот так я путаюсь, здесь ZIV завод, здесь арсенал машиностроения, здесь официальный сайт завода, винтовые промышленные компрессоры. То есть, ну, когда я читаю, я думаю, что вот это вот название, винтовые промышленные компрессоры, так завод называется. Потому что здесь написано официальный сайт завода, и дальше как бы сам завод обычно пишет название. Но, скорее всего, это относится вот к арсеналу. Короче, вот эти вот три названия, они как бы непонятно, кто вы вообще. То есть, идентификация этой не происходит, которая должна легко читаться. Так, по первому экрану здесь точно можно что-то, ну, улучшать. Здесь поставлю оценку 3 из 5. Здесь визуальная часть хорошо справляется, а остальная, вот, что касается текста, здесь все очень запутано. Следующий критерий – это текст, копирайтинг. Посмотрим, сколько в нем маркетинга. С сайтом обязательно должен работать маркетинг, иначе сайт не будет продавать. Так, подсчитаем основное предложение. Только с 6 по 14 специальное предложение на дизельные компрессоры для пескоструйных работ и отбойных молотков. Окей, ну вот про это я сказал, что это лишнее, потому что здесь я его и не увидел, отбойных молотков. Зачем он здесь пишется, не знаю. Будет странно, если вы будете рекламироваться по этому запросу отбойных молотков. Человек сюда переходит, а здесь нет отбойных молотков, поэтому рекламироваться нельзя. А раз вы не рекламируетесь по запросу отбойные молотки, то и писать об этом здесь не нужно. Это вот это вот просто неуместно. Далее, снижение цен на ZIV PV607. Старая цена такая. А где новая-то? Почему цену не показали? То есть, если старую цену мы показываем и перечеркиваем ее, то нужно показать новую, иначе механика не работает. То есть, вот эта механика зачеркнутой цены работает только тогда, когда рядом мы видим разницу. Допустим, старая цена 1 260 000, новая цена 1 100 000. И вот человек видит эту разницу, перечеркнутую цену, посчитал в голове такой, о, значит 160 000 я выигрываю при этой покупке. И у него как бы вот эта вот выгода высветилась в голове, вот так скажем. А здесь то, что перечеркнуто, а разницы не видит, для него ничего не происходит, никакой магии, ну, то есть, как будто вы знаете, кто писал этот текст, он идею где-то увидел, то, что перечеркнутая цена. Но механика, как она работает, не понял, и поэтому просто перечеркнул цену, а зачем он это сделал, не понял, просто перечеркнул и все. Вот, так не должно быть. Так, здесь две модели показаны, надеюсь, это самые популярные модели, если они прямо здесь показаны, они, например, они наоборот, то, что самые непопулярные пытаются по скидке продать. Ну, то есть, если это вот так, то не надо так, в общем. Успейте зафиксировать цену, а какую цену, нам цену не показали, но ее надо зафиксировать, а то очень странное действие будет. Оставьте заявку, зафиксируйте цену. Тоже непонятные слова, короче. Популярные станции. Так это все-таки станции или компрессоры дизельные? Ну, наверное, ладно, это, скорее всего, синонимы, наверное. Посмотрим, что здесь по тексту. Здесь написана модель, снижение цен, старая цена. Ну, здесь никаких характеристик нету, хотя хотелось бы, когда оборудование продают, особенно там за миллион плюс, хотелось бы как-то поподробнее. Здесь есть кнопка подробнее, если клиент догадается ее нажать, он нажмет, если нет, то вот это будет все, что он как бы узнал об этом. И это печально. Лучше всего делать вот здесь характеристики, там 3-4 строчки, самые базовые характеристики, которые всегда нужно знать, там, например, производительность, тип двигателя, если у них он разный, если одинаковый, не надо вообще его писать. Что там еще может быть? Блин, что важно? Габариты могут быть им важны. И расход топлива, например. Ну, просто наугад. И вот их вот здесь вот разместить, а когда подробнее человек нажимает, тут уже все подробно описано. И как-то, наверное, ну, не такой простыней. Здесь выделение неправильно сделано. Надо, наоборот, выделять слово производительность, а вот это невыделенным текстом делать. А здесь, наоборот, сделано, из-за этого глаза как-то прямо устают от этого непонятного вот мельтешения. Так, не надо с типографикой работать. А, там еще фотографии были. Ну, ладно, это позже, типографии посмотрим. Так, по тексту реализованы объекты. Объекты реализованы. Вы же, ну, не объектами занимаетесь. Ну, ладно. Подобрать компрессор для вашего объекта. Они под объект как-то покупают, что ли? Я не очень понимаю, что это за техника, поэтому некоторые вопросы будут такие глупые задавать. Свяжитесь с нами. Официальный дилер по РФ ГОСТ-СПБ. Вот это я не понял, что такое по РФ ГОСТ-СПБ. Официальный дилер по РФ. РФ ГОСТ-СПБ. Так, официальный сайт завода. Официальный дилер. Так, не пойму, вы дилер или завод. Стало неясно. Ну, хорошо. Так. По тексту. Текст здесь очень плохой. Его, ну, с точки зрения маркетинга здесь нету текста. Здесь просто какие-то факты накиданные, рандомные. Никакой пользы они не несут. Не призывают к действию, оставить заявку. Ну, то есть, призыв есть, но он вообще, как бы, в никуда просто. Нет никаких выгод, там, не знаю, про гарантию что-нибудь, как они ремонтируются, занимаетесь ли вы ремонтом, как вы доставляете хоть что-то. Нету текста о компании, я не знаю, кто вы, я не могу купить у вас оборудование. Оно стоит, блин, миллион с лишним, а вы просто ноу-нейм. Так, ну, такие продажи не происходят просто, кому попало. Поэтому текст не справляется с задачей, текст просто убивает этот сайт. Нужен отдельный человек, который умеет работать с текстом. По тексту поставлю оценку 1 из 5, хуже, чем этот текст, написать нельзя уже. Так, следующий критерий – это веб-дизайн, внешняя часть сайта. Сайт сделан на тильде, на стандартных блоках, в принципе, здесь сложно промахнуться, ну, там все как бы плюс-минус хорошо сделано. Цветовая схема, здесь классные цвета, вот оранжевый и вот этот вот темно-темно-синий, приятный, для вашей сферы самое то. Так, и на этом заканчиваются плюсы дизайна. Типографика тоже относится к дизайну, то, как выглядят шрифты. Здесь очень плохо работа со шрифтами, есть выделение, выделение вот тоже, как с этим перечеркнутыми числами. Где-то увидели механику выделения, как она действует, не поняли и решили выделять все подряд. Выделять имеет тот смысл, где вы как бы, когда читаете, вы что-то вот интонацию усиливаете, что вот здесь весь сок предложения, вот это нужно выделять. Например, от того, что выделили пескоструйных слов, не понимаю для чего, или отбойных молотков для чего вообще выделять, если здесь нет отбойных молотков. Это бессмысленное выделение, как будто бы просто вот, ноугад, для красоты, давай вот это слово выделим и вот это слово, будет красивенько. Но это не так, это тоже важная часть работы с текстом. Когда мы выделяем все подряд, мы как бы теряем внимание клиента. А если мы выделяем только важное, то он, значит, клиент начинает там со второй, с третьего экрана читать только то, что мы выделили. Ну, в первую очередь читать то, что выделили, потому что он понимает, что для него выделяют именно то, что важно услышать, увидеть, не пропустить. И он, типа, хотите, не хотите, он все равно прочитает, вот если правильно выделение расставить. Здесь же оно ломает эту механику и наоборот ухудшает восприятие текста. Так, здесь по тексту тоже глянем, здесь чуть тоже написано. Ну, вот здесь я говорил, что выделение неправильно, не то выделено, не с той стороны выделено. Выделены должны быть сами характеристики, а, типа, числа должны быть уже простым текстом написаны. Так будет гораздо и приятнее выглядеть, и легче будет ориентироваться. По дизайну здесь, блин, ну, дизайн здесь не помогает и не ухудшает, он такой просто средний, тильдовские стандартные блоки. Поставлю оценку 3 из 5, здесь точно есть что дорабатывать, ну, вот этого пока достаточно будет. Следующий критерий – это уникальность. Это, если, например, кто-то решит скопировать ваш сайт, что он не сможет скопировать, вот так скажем. Допустим, какие-то отзывы, которые конкретно к вашей компании относятся, или, например, фото вашего директора, ваших сотрудников, завода самого. Вот что-то такое, контент, который конкретно показывает, что это вашей компанией и ничего больше. Здесь такого я не увидел. Здесь вот есть фотографии, но они похожи просто там с интернета, с каких-то… Вот это не из России, видимо, судя по стенам, ну, из каких-то других стран, видимо, это взято с Украины, скорее всего. И, в общем, чтобы поверили, что это ваши фотографии, они должны быть одного размера, примерно одного качества, там, похожих ракурсов, то есть что-то такое. То есть не должно быть такого, что там одна светлее, другая темнее, одна маленькая, другая большая. Вот такого не нужно, в общем, делать. Из уникального здесь только вот логотип вижу, надеюсь, что он уникальный, что это вот на самом деле ваш завод. Фотографии не могу отнести к уникальности, нет, наверное, нет. Уникальности здесь, собственно, нету, здесь нечего даже оценивать, короче, здесь оценку могу поставить только один из пяти. Вы с этим сайтом выглядите как компания NoName, то есть непонятно кто вы, что вы, нет никакой информации о вас, невозможно ничего о вас узнать. Все, что хотите, вот контакт хотим смотреть, а здесь только почта и телефон, и адрес, и, собственно, все. А из этого вывод никакой нельзя сделать. А у вас очень, ну, дорогостоящее оборудование, и его не получится продавать, если клиент не знает, кто вы. Ему обязательно надо проверить вас, он должен убедиться, что вы там в зеленой зоне в налоговой, или как это называется, когда вот у вас с налогами, с кредитами все в порядке. Ну, вот это то, что к спарку относится. Ну, вообще увидеть там, не знаю, ваших сотрудников, что вы доработаете, что у вас есть благодарственные письма от других компаний, что вы ведете много лет эту деятельность, что у вас есть свой офис, не знаю, там какое-то оборудование, раз вы завод. В общем, подтверждения какие-то должны быть этому. Тем более, если вы заявляете, что вы завод, то фотографии самого производства обязательно должны быть. Должны быть сертификаты, лицензии, допуски, вот это вот все. В таком виде оно не продастся. Ну, то есть, вот, сколько стоит оборудование, и то, какой сайт, нет. Вот с таким сайтом вы могли бы продать оборудование, которое стоит, там, не знаю, до 200 тысяч. Там может быть что-то такое чисто ценой обойтись, и все. А здесь нет, здесь на такое оборудование они обязательно будут требовать гарантию. Как ремонтировать, ему важно узнать. Обучите ли вы их персоналу пользоваться этой штукой. Какие вопросы там с доставкой, откуда она вообще едет. То есть, ну, базовый вопрос нужно закрывать. Здесь ничего из этого не закрыто, и покупка просто невозможна на этом сайте. Подкрытость оставляю один из пяти. И следующий критерий – это верстка. Как сайт вообще сделан с верстом? Он сделан на тильде, на стандартных блоках, как я говорил. Здесь он очень плохо, очень криво. Зачем это расстояние, вот это вот какое-то белое непонятное. Вот здесь какая-то вот пустота непонятная. Отступы какие-то вот, ну, нет отступов просто почему-то. В общем, все, даже на стандартных блоках как-то умудрились сделать все криво и косо. Ну, вот такого вот, хотя бы, по графике тоже, такого не должно быть, чтобы слово «цена» сюда перескочила. Например, ну, правильно, либо так, оставьте заявку и на другой строчке уже, и зафиксируйте цену. Либо все отцентровать и в одну строчку уместить. А вот такого вот перехода, ну, таких некрасивых элементов не должно быть. Ну, здесь тоже вот такая узкая текстовое поле, такое узкое, ну, так тоже не нужно делать. Здесь еще поменьше, здесь где-то я побольше открывал. Вот, вот это вот длинное уже такое. Ну, кроме, кстати, кто, вот здесь я увидел, кроме того, что о компании еще и, как бы, выгоды самого этого неплохо бы описать. Вот здесь вот они описаны, что-то там есть какие-то преимущества этого оборудования. Потому что в таком виде может купить только тот, кто точно знает это оборудование, он его либо покупал, либо пользовался, либо видел отзывы. И он такой, вот, мне нужен точно ZIV PV607, я ищу конкретно его, кто даст ниже цену, я у того куплю. Вот только в этом варианте может это сработать. Ну, и то, ну, и клиент зайдет, посмотрит, не увидит компанию, а увидит просто кнопку «Отправить заявку» и, как бы, скорее всего, не будет ничего делать с этим. Мобильную версию сайта не буду смотреть, скорее всего, там все более-менее. Сверстан сайт плохо. На стандартных блоках вообще, как бы, лучше не делать, лучше на зароблоках. Ну, то есть, если вы работаете с кем-то с профессионалом, они стандартные блоки в тильде вообще не используют. Оценку могу поставить только один из пяти. Здесь дело на стандартных блоках, и то все, этот, все криво выглядит. Вот это вот, например, вообще ненужная штука. Меню зачем-то на лендинге. Крайне редко используется меню. Это только если у вас очень длинный сайт. Потому что вот этот вот скип, когда происходит, проматывание, то есть, вот, допустим, человек захотел посмотреть реализованный проект, он нажал, и он телепортировался туда, он не знает, он не знает, что сайт промотался вниз. То есть, ему кажется, что просто новая страница какая-то открылась, что произошло, он не знает, наверх он не будет возвращаться. И то есть, вся информация, которая была здесь, она потеряна для него. Если он нажмет куда-нибудь там, в конец, вот он в конец телепортнулся, наверх он не будет мотать, он попробует вниз мотнуть, ничего не происходит, все, сайт закрыли. Поэтому меню это такая штука, что если ставите, нужно смотреть по веб-визору, как люди ведут себя на сайте, в какой момент они уходят, и будет большой процент отказов после нажатия на меню. Они нажали, потерялись, непонятно, что произошло, закрыли сайт. Ну, то есть, это может быть сильным раздражающим фактором, такое меню. Поэтому задачи, ну, причин нет вообще меню здесь, здесь сколько, 4 экрана, они могут мышкой промотать, это легко, без проблем. А, кнопка просто спросить. Ну, такого не должно быть, должно быть либо задать вопрос, либо какой-то чат, но вот просто спросить, это не действие, это вот, ну, такая странная формулировка, в общем. Так, на этом, пожалуй, закончим. Общая оценка будет 9, средняя оценка получается 1,8. Сайты с оценкой ниже 3, я не рекомендую к рекламе в Яндексе, это будут провальные сайты, они просто съедят все деньги и даже, ну, не отобьют ни стоимость сайта, ни стоимость рекламы. Сайт нужно хотя бы до тройки довести, и тогда можно попробовать с ним рекламироваться аккуратно, и вот как-то так. Основная ошибка сайта в том, что нету маркетинга вообще, то есть, сюда маркетолог не заходил, не трогал. Если нет маркетинга, то есть, нет предложения, не описаны выгоды, то и продаж не будет. Вот просто показать товар, и его купят, так можно было, там, не знаю, в 2000-х годах, наверное, продавать. Сейчас так не работает, сейчас рынок переполнен, профицит всего, и можно продать только, если вы даете предложение выгоднее конкурентов. Здесь предложения вообще нету. Здесь есть просто перечеркнутая цена и, ну, обещание, наверное, что ли, так сказать, того, что у вас цена ниже, но она даже не показана. Поэтому просто, ну, не будет продаж, потому что нет маркетинга, и все. Вторая ключевая проблема – это то, что нету продаж, непонятно, кто продает, то есть, вы о себе ничего не написали, оборудование такое дорогое, никто не будет покупать у первого попавшегося, кто сделал сайт. То есть, доверие не вызывается, а если нет доверия, продажи тоже не будет. Люди покупают у людей, если они не видят на сайте людей или хотя бы компанию, ваше там оборудование, какое-то подтверждение, пруфы того, что вы реальная компания, юридически чистая, что у вас были сделки с другими, там, у вас, не знаю, там, вы выигрывали в тендерах, работаете с госучреждениями, у вас есть крупные, ваш клиент – это крупные игроки, там, в этом, не знаю, там, металлургии какой-нибудь, например, то, ну, не будет продаж, в общем. Если метафорично сказать, то у вас сайт, если представить его в виде дома, то это дом без фундамента. То есть, вы начали там что-то на нем строить, стены там, но фундамента нету, вот. И нужно сначала начать с маркетинга, с фундамента, разобраться со всеми выгодами и тогда только делать сайт, потому что в таком виде, неважно, сколько раз вы его сделаете, переделаете, результат будет одинаковый, не будет продаж, и все на этом. Как-то так вот. На этом все заканчиваю, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok